Всем привет и спасибо, что вернулись в криптовселенную. Сегодня мы поговорим с вами о биткоине, а конкретно о ежемесячных прибылях. Если вам нравится этот контент, обязательно подпишитесь на канал, поставьте под видео лайк и посмотрите на нашу распродажу, которая происходит на сайте intothecryptoverse.com. И переходим к делу. Итак, как вы уже знаете, мое общее ожидание для года предшествующего халвингу, которое я даже сам переживал несколько раз, в том, что мы проведем полгода в росте, а полгода в падении. Но не берите мои слова на веру. Вы можете открыть историю и сами посмотреть на то, что происходило во все предыдущие предхалвинговые годы. В настоящий момент у биткоина были халвинги в 2012 году, а еще в 2016 и 2020. И если вы посмотрите на годы перед этим событием, то в каждом из этих случаев вы увидите то, что я говорю. В 2019 у нас было 6 красных месяцев и 6 зеленых. В 2015 у нас было 7 зеленых месяцев и 5 красных. И в 2011 у нас было 6 зеленых месяцев и 6 красных. Теперь, что в этой ситуации интересного, так это то, что в 2019 году 5 из первых 6 месяцев были зелеными. В 2011 5 из первых 6 месяцев года были зелеными. В обоих случаях 5 месяцев из первых 6 были зелеными, а последующие 6 месяцев содержали лишь одну зеленую месячную свечу. Так? Давайте еще раз. В обоих годах, 2011 и 2019, 5 из 6 первых месяцев года, предшествующего халвингу, были зелеными, а 5 из следующих 6 месяцев были красными. Посмотрите сами. В 2015 году, который также предшествовал халвингу, картина была другой. В этом году 4 из первых 6 месяцев года были красными, и только 1 из последующих 6 был красным. Но что мы с вами можем наблюдать, так это то, что в двух годах, предшествующих халвингу было 6 зеленых месяцев и 6 красных. А в одном из них у нас было 7 зеленых, а 5 красных. Но во всех трех случаях у нас было 5 зеленых и 5 красных месяцев. Плюс-минус 1 месяц. Так? Далее. Я вижу ожидания. Я определенно вижу, как люди ждут новые вершины и прочее в этом году. Не могу сказать, что большинство это говорят, но по крайней мере определенные люди об этом говорят. И несмотря на то, что все может быть возможным, нужно признать, что возможно все. Я встречался с такими рассказами и ранее. Я слышал эти истории много раз во время предшествующих халвингу лет. Примерно на полпути многие начинают предсказывать новые вершины. Но в итоге эти новые вершины не появляются к концу года. Но возможно ли это? Ведь в этот раз все может быть по-другому. Да, все возможно. Но я бы не воспринимал данный сценарий как наиболее вероятный. Ясно? Еще раз, вы сами видите, что 5 месяцев в 2023 году из первых 6. У нас красные. Если мы продолжим путь по сценарию, который был в двух предыдущих предхалвинговых годах, когда 5 из первых 6 месяцев были зелеными... Давайте еще раз. 5 из первых 6 месяцев были зелеными в 2023. Я мог сказать красный. На самом деле имел в виду зеленые. 5 из первых 6 месяцев были зелеными. Последний раз, когда такое происходило, то 5 месяцев из последующих 6 месяцев были красными. В 2015 первая половина была в основном красная, но в 2011 первая половина года также была зеленой. В обоих случаях 5 месяцев из первых 6 были зелеными, как в 2011 и 2019. Вы можете сами увидеть, что большая часть оставшегося года была красной. В 2019 году падение составило 7%, июль упал на 7,5%, а в 2011 было 14, почти 15%. 2015 год был единственным годом перед халвингом, ставший для биткоина зеленым. Но обратите внимание, что это был также год перед халвингом, в котором большая часть первой половины была красной. Таким образом, данная теория, этот тезис заключается в том, что биткоин проводит примерно половину года перед халвингом в росте, а полгода в падении. И в таком движении мы получаем обоих, быков и медведей, уверенно чпокнутыми. Так? Но определенно в настоящий момент чпокают медведей. Так? Очевидно. Когда у тебя 5 месяцев из первых 6 зеленые, то натягивают медведей. История показывает, что натягивают с таким же успехом и быков во время года предшествующего халвингу. Глядя на первые зеленые месяцы, кажется, что ты в безопасности, и что цена только и будет делать, что расти вверх. Но в какой-то момент все резко меняется. Так? Теперь посмотрите. Это не значит, что биткоин не может пойти выше. Я говорил об этом много раз. Может. И? Нам это необходимо признать. Но даже если посмотреть для биткоина прибыли, которые идут с начала года, по всем годам предшествующим халвингу, мы берем 2023, 19, 15 и 2011. Получается интересная картина, в которой с точки зрения сезональности мы с вами фактически видим, что в определенный момент мы с вами оказываемся в ситуации, когда движение начинает постепенно затухать. Давайте уточню. Годовая вершина в предхалвинговом году 2011 образовалась на 161 день. Годовая вершина 2019 года образовалась на 177 день. В обоих случаях вершины были примерно в середине года. А в 2015 образовалась на 193 день. При этом это не стало вершиной года. У нас было двойное дно, и появилась восходящая вершина в четвертом квартале. Но во всех этих трех случаях для биткоина примерно на половине пути в течение года у нас образовалась или годовая вершина, или локальная вершина перед образованием вторичного страха, то есть двойного дна, восходящего низа и так далее. Так что я хочу обратить ваше внимание на данную сезональность, которая обычно образуется в годах предхалвингом, в которой мы видим вершины, образующиеся около отметки, рядом с которой мы сейчас. То есть у нас есть 161 день в 2011, у нас есть 193 день в 2015, перед образованием двойного дна, после которого была новая вершина, а в 2019 это был 177 день. В нашем же случае пока... Давайте-ка я закрою 2011, чтобы он нам не мешал. Пока годовая вершина в этот раз у нас стоит на 178-м дне. Но, как я говорил ранее, она могла быть вот здесь, на 108-м дне. В апреле. Мы об этом говорили. Мы эту вершину перебили. Не сильно, но все же технически перебили. Но теперь главный вопрос. Сможет ли биткоин сделать еще одно движение и завершить этот процесс? Сможет ли биткоин сделать последнее финальное движение, либо вот это является годовой вершиной? Если мы возьмем среднее, мы уже об этом говорили, если мы возьмем среднее за 2015 и 2019, то мы можем увидеть, что это было довольно точным предсказанием того, что биткоин сделал. И прямо сейчас похоже, что у нас образуется тренд выше. При этом аналогично было и в 2019, когда мы направлялись выше. Посмотрите сюда. Мы пытались идти выше, но образовался нисходящий верх. При этом вот здесь у нас было следующее движение в июне, в основном в бэквике. И вопрос, сделаем ли мы такое же движение или нет. И опять же, если все-таки сделаем, то цена у нас уйдет примерно к 35к, если мы в полной степени пройдем этот путь. Но если не пройдем, если это будет урезанная версия, и мы развернемся без этого движения, то довольно вероятно, что годовой максимум уже образовался. И нам, по сути, останется постепенно затухать до конца года. Но повторюсь, возможно, все. Мы должны с этим жить. Я вам только могу рассказать, что я сам пережил в предыдущие годы перед халвингом, и уроки, которые я получил, говорят, что в этот раз сценарий может пойти по-другому. Но что я знаю с моего собственного опыта, то, что обычно в годы перед халвингом мы зачастую обгоняем события, после чего ралли начинает спадать. Это то, что показывает нам история. Это то, что было. Но будет ли это в этот раз? Делать ставки на то, что вы ожидаете, вы будете сами. Я лишь показываю то, что было на исторических данных. Мы бежали впереди событий в прихалвинговые годы, но потом, во втором полугодии, все заканчивалось. Но если первое полугодие плохое, как было в пятнадцатом, то второе полугодие обычно хорошее. Но в девятнадцатом и одиннадцатом годах, когда первое полугодие было хорошим, то в таких ситуациях второе полугодие становится не очень. Так что посмотрим, к чему это все приведет. И как я говорил, данный сценарий, на мой взгляд, является наиболее вероятным. Прямо сейчас я ожидаю то, что нам биткоин покажет в ближайшее время. Сможет ли он сделать это движение, или все-таки нет. И если у него все-таки не получится, это будет довольно очевидным сигналом о слабости. То есть, если у биткоина не получится это сделать, и он начнет зато ходить без этого движения, то, по всей видимости, это может стать знамением того, что будет в конце года или даже в начале следующего. И вот такая текущая ситуация. Также заметьте, что ситуация, в которых мы были, в 2019-м, мы закончили год довольно уверенно. Верно? Конец года был довольно сильным. Так и есть. Также мы знаем, что в 2020-м у нас была капитуляция. Довольно рано. Черный лебедь. В 2019-м у нас была перевернутая кривая прибыли. И продолжение рецессии в 2020-м. У нас и сейчас перевернутая кривая прибыли. И в последний год было то же самое. Называйте это черным лебедем, как захотите. Но если у нас с вами есть рецессия, которая продлится последующие, скажем, 12 месяцев, то это не черный лебедь. Просто требуется много времени для того, чтобы кривая доходности отработала. Это не происходит за месяц или два. Иногда это происходит за год или даже больше. Перед тем, как она развернется, и мы получаем рецессию. Итак, вот такая ситуация в настоящий момент. И в 2015-м году у нас образовалось двойное дно. Если мы возьмем в расчет вот этот фитиль, то мы даже опустились здесь ниже. Он образовался на некоторых биржах. Но если использовать дневное закрытие, то образуется восходящий низ. И, кстати, для информации, не знаю, изучали ли вы данный вопрос более внимательно, в 2015-м году, в июле, биткоин на самом деле образовал ралли. Довольно сильное. По крайней мере, на последней неделе июня и в начале июля, во второй неделе июля, по крайней мере, были движения в 10 и в 14%, после чего с июля и до августа биткоин упал на 49%. Довольно сильное падение, верно? Просто хочу вам напомнить, что падение на 50% от текущей цены приведет к двойному дну. А это точно то же, что было вот здесь. 50% падение приведет нас к двойному дну. 50% падение от 31 тысячи приведет биткоин вот сюда. 15,5%. Точно туда, где мы были полгода назад. Это кое-что, о чем следует помнить. Это было в 2015-м году. И, на мой взгляд, это то, что, по крайней мере, необходимо держать в своей голове. Так как, если мы снова вернемся к вопросу сезональности периода августа и сентября, годов предшествующих Халвингу, во всех случаях эти периоды не были хорошими. По мере их наступления, как только мы заступаем этот период, поэтому хочу вам напомнить, что происходит в августе года, предшествующего Халвингу. Давайте посчитаем, сколько точно дней до этого момента, если считать, от 1 января до 1 августа, около 212 дней. Так что, к 212-му дню, в предхалвинговом 2011 году, биткоин упал вниз. На 212-й год 2019-го, биткоин открыл движение тренда вверх, но при этом продолжал находиться в макро-даунтренде. Верно? В 2015-м? Несмотря на то, что второе полугодие было хорошим, тренд биткоин в августе был направлен вниз. Поэтому таймфрейм в диапазоне августа и сентября, даже иногда июль-август-сентябрь в году перед Халвингом, обычно незамечательные. При этом июль иногда может показать некоторую силу. Опять же, если мы с вами посмотрим на оба года, в 2015-м и 2019-м, биткоина образовывалось движение вверх в июле. В 2015-м биткоин так стремился вверх, что образовал восходящий верх, а в 2019-м это был нисходящий верх, скорее двойная вершина. Но в любом случае, это было движение, это последнее движение, которое закончилось в июле. И вот где мы в настоящий момент находимся. Я не придерживаюсь точки зрения, что биткоин сделает в этом году, новую вершину. Но, как мы знаем, определенно возможно все, что угодно в этом рынке. И вот такая ситуация в настоящий момент. Проведем еще раз пересмотр ситуации к концу года и посмотрим, что будет. Но причина, почему эти видео я выпускаю ежемесячно, чтобы довести до вас этот тезис о том, что полгода мы растем, а полгода падаем. Увидим, сработает ли это в этот раз. И если сможет или не сможет. При этом не значит, что не сможет или сможет. Об этом нужно помнить. Все может произойти очень быстро. Я к тому, что если июль и август будут зелеными, то можно будет предположить, что у нас отклонение. По данному ожиданию. Но пока, я думаю, что у нас не так много отличий от того, что было в предыдущие годы. По сути, у нас просто сплюснутая версия 2019. Очень сплюснутая версия 2011. И немного сплюснутая 2019. Но хорошая версия 2015 года. Но также заметьте, что вершины 2015 по-прежнему ниже того, где мы находимся сейчас. В текущем 2023 году. Причина, почему все так выглядит плохо, потому что капитуляция была в начале года. Если мы это сместим, если посмотрим на картину вот с этой точки, то картина выглядит гораздо лучше. Но по сути, главная причина того, что мы так видим, заключается в падении в 45% в январе 2015, что сделало год довольно печальным. И завершая, хочу выразить благодарность всем, кто смотрел. Подпишитесь на канал, поставьте под видео лайк, посмотрите нашу распродажу и скажите спасибо криптокоммонс и переводчикам. До встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok